1 сентября 2020 года. С вами Виктор Фурсов. Сегодня мы знакомимся с интересным клопом, который вот у нас залетел в лабораторию. Достаточно крупный. Можно сказать, почти домашний клоп стал. Но это вовсе не домашний клоп. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Потому что с левой стороны мы наблюдаем. Видите, какой у него хоботок? Так, это 10 миллиметров как минимум. Немаленький такой клоп. Усики 10 миллиметров. А сам он размером длиной тела около 15 миллиметров. Видим расширенные задние лапки. Лепесточки такие цветочные. И упираются как на костыль, на свой хоботок. Это клоп семейства корииды. латинское название Leptolussum. Сосновый клоп. Да, вот такой интересный сосновый клоп, который является интродуцентом в связи с путевыклеением климата. Как бы немножко распространяется по месту своего обитания. О, видите, саблю подобрал под себя. Сабля — это его как раз хоботок. Ощупал немножко поверхность. Ну-ка, покажи нам свой хоботок. Нет, 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 смотрите, все должно быть продумано. Чтобы дальше идти и бегать, саблю нужно прибрать. Вот он вперед двигает своими длинными усиками. Опирается на все лапки. У него так хорошо длинная голова от тела, от груди. Вытянутая вот эта вот голова и глаз. Вот я направляю. Глаз, посеточный глаз. А хоботок прижал. Вот он, тонкая шила, прижатая к телу. Ну, клоп. Полу жесткокрылые демиптера. Нет, не полный цикл развития. Вот видим, какие у него шипистые задние бедра и расширенные бедра. Голени. Видите, с этой стороны мы видим, что он пятнистый. Открыли, и то будут спрятаны крылышки. Он прекрасным образом умеет летать. Потому что он явно не просто пешком зашел, а залетел в нашу лабораторию с улицы. Белым днем. Просто на свет, когда он активно перелетал. Клоп этот сейчас активно распространяется везде. Вредит почкам сосны. Является вселенцем. Видите, даже перелетает дальнее расстояние по городу. Не просто по какому-то лесу. по лесам и полям. Просто вылетает себе по городу. Упираем. Он ходит достаточно спокойно. Здесь он еще не подышал свежим воздухом. Сидел долго в контейнере. Поэтому спокойно себя ведет. Вот мы его двигаем как собачку вправо-влево, чтобы он немножко попозировал. Он очень хорошо напоминает по своей форме тела клопов-хищницов. Но он в общем совсем не хищнец. Это растительноядный клоп. Короида. Вот какая у него форма тела красивая. Особенно красивая форма задних лапок. Мы видим как лепесточки. Можете написать. Наблюдают ли вы похожих лодриков у себя на растениях. Думаю, что очень часто похожих кароид можно наблюдать, например, на щавеле. Там обитает темно-коричневого цвета. Хлопы кароида очень часто встречаются. Но которые не являются вселенцами. А это является вселенцами и опасным вредителем посадок разных хвойных культур. Потому что может подритываться на почках сосны, еле и других культур. Передвигается достаточно спокойно, но в то же время и достаточно быстро. Поэтому, если он упал куда-то на пол, он буквально через 2 минуты по стене просто быстро очень поднимается. Видим у него пеструю раскраску с боков его брюшка вокруг крыльев. Крылья не будем его поднимать. Не будем его слишком сильно беспокоить. Видим на бедрах шипистые ножки. О, покажи, покажи, покажи. Показал нам свои крылышки. Раскрыл и показал свои крылышки прелестно. Покажи еще раз крылышки. Вот это брюшко у него полосатое. Крылышки такие просто темно-коричневого цвета. Его все-таки яркий цвет лампы раздразнил. Он решил показать нам свои крылышки. Это хорошо. Переворачивается. Бегает, конечно, не как муравей быстро, а так в спокойном режиме. Поэтому его можно спокойно так поправить и направить идти в нужное направление. Например, в чашку. Чашка, иди сюда. Он совершенно беззащитный. Он не жалится, не кусается. Хоботок использует только по назначению для питания растительным соком. Мы видели хоботок в самом начале. Он сравним с размером усика. Но сейчас хоботок прижат. При хобби он не нужен. Лучше его прижать. Спрятать его. Сейчас видим с левой стороны. Головой хоботок. Раскрой, раскрой крылышки. Сейчас, скажи, я хочу улететь от вас. Куда подальше. У меня него надо на ярком свете. Давай-давай, раскрывай крылышко. Покажу голову. Вот полосатое брюшко. Симпатичный. Крайок. Крайка очень симпатичная. Теперь надо побегать, погулять. Давай-давай. Где-то у нас паренья цирка. Ходишь по чашке Петри. Можешь крылышки раскрыть. Покажи коричневый, черный. У тебя красивая крылышка. Установись на секунду. Я тебя успею сфотографировать. Перевертайся, перевертайся. Повернись. В ту сторону иди. Повернись обратно. Повернись обратно. В ту сторону чашки Петри. Вот так. И в сторону компьютера немного. Вот видим с правой стороны глаз. Сложная фасеточная. Покажи я Крылышкину. Сейчас пока показывает ножки. Вот видим какая ножка расширенная. Лептоглоссум. Акцидентаря. Семейство кареида. Сосновый хлоп. Разгоняется. На свет. В сторону света идет. Покажи. Покажи. Теперь хоботок достал. Свет сильно раздражает. Хочется полетать. Но что-то так ослабил. Наверное давно не кушал. Растения. Никакого. Чашки Петри. Никакого. Не удается покормить. Водичкой он вряд ли будет пить. Даже своим хоботком. Ему нужно растительные виды. Вот такой у нас сегодня был интересный хлоп. Который опасен не человеку. А растениям. Елочкам. И соснам. И шишкам. И почкам. Пишите. Видели ли вы на елочках такого интересного. Клопка. Который отличается расширенными задними лапками. Его очень легко угадать. Видите. Крылочки показывает. И пестрыми боками груди. Не груди. Там брюшко. Пестрые бока. Полосатые. Брюшко. Прямо было любопытно. И вы не видели такого клопа. Напишите в комментариях. Видели ли похожего. Не забывайте. Если зашли первый раз. Подписаться на канал. Ставить лайки. И писать комментарии. До новых встреч. Пока-пока. С вами был Виктор Фурзов. И клоп. Лептоглоссум. Акцидентали. Пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok